Здравствуйте! На этом уроке мы рассмотрим производные простейших функций. Доказывать мы их пока не будем, просто я покажу, чему они равны. Начнем с тригонометрических функций. Чему, предположим, равна производная функции sinx? Она равна cosx. Посмотрите на графики этих функций. Вам и без доказательства станет все понятно. Значит, производная sinx равна cosx. А чему равна производная cosx? Производная cosx равна минус sinx. Таким образом, производная sinx равна cosx, а производная cosx равна минус sinx. Производная tanx равна 1, деленной на cos2x. А это то же самое, что и секонд в квадрате от х. Это мы записали производные тригонометрических функций. Хорошо было бы, если бы вы их запомнили. Теперь давайте запишем производные показательной и логарифмической функции. Итак, одна из самых интересных формул – это производная функции e в степени х. Мое любимое, загадочное число е. И она равна e в степени х. Давайте построим график и посмотрим, что там происходит. Это ось у, а это ось х. Если х будет принимать большие по модулю, но отрицательные значения, то функция e в степени х будет стремиться к нулю. e в нулевой степени равно 1. И график этой функции выглядит примерно так. При х, стремящемся к бесконечности, функция также стремится к бесконечности. Это у нас график функции у равен e в степени х. Теперь давайте посмотрим, каким будет график производной этой функции. Например, возьмем эту точку . Чему равен угловой коэффициент касательной в этой точке? Оказывается, что он также равен 1. Невероятно! А что, если х равен 1? Соответствующее значение функции равно e в первой степени, или просто e. А чему равен угловой коэффициент касательной, проходящий через эту точку? Он также равен e. В любой точке этой кривой угловой коэффициент касательной равен значению функции в этой точке. Это просто невероятно! Ну, а детальней. Мы об этом поговорим на одном из следующих уроков. На этом же занятии мы просто запишем производные простейших функций. И, наконец, последняя функция. Производная натурального логарифма от х равна… Это тоже интересно. Она равна 1, деленной на х, или х в минус первой степени. Вот эта формула как бы закрывает пробел в формуле производной степенной функции. Натуральный логарифм от х – это функция, производная которой равна х в минус первой степени. Формулу производной степенной функции мы можем применить к функциям, производные которых равны х в минус второй степени, х в минус третьей степени, х в квадрате, или х в пятой степени. Место для производной х в минус первой степени остается свободным. Его занимает функция натуральный логарифм от х. Вот и все. Мы рассмотрели производные всех простейших функций. Доказательства я приведу на одном из следующих уроков. Теперь с помощью этих формул мы сможем находить производные более сложных функций. На этом все. До скорых встреч!